привет привет всем привет ребят сегодня будем разбираться за что должен отвечать дизайнер какие вопросы входят в его зону ответственности потому что зачастую клиенты думают что дизайнер вручается даже за толщину стен застройщика и это очень сильно огорчает давайте все по пунктам обсудим итак когда мы говорим о слове дизайн первое что приходит нам в голову это эстетика и красота конечно же дизайнер обязан сделать помещение красивым и эстетичным но есть очень важное условие интерьер нужно сделать красивым и эстетичным но только в рамках бюджета клиента и это нужно оговаривать заранее обязательно дизайнер должен знать на чем можно сэкономить на каких предметах интерьера на каком декоре либо еще на чем-то но не в ущерб эстетике и дизайнер следующий пункт за который отвечает дизайнер это эргономика дизайнер должен продумать правильную эргономическую планировку такой чтобы было удобно жить в этом помещении такой чтобы можно было удобно занести диван гостиную такой чтобы можно было удобно занести кровать в спальню то есть продумать все проходы продумать расстояние продумать высоты нужно исключить такой вариант когда сидишь на унитазе и утыкаешься лбом в раковину или в проем следующий пункт это чертежи дизайнер обязан предоставить грамотные чертежи с исчерпывающей информацией для ремонта от начала и под ключом комплект чертежей должны входить планы полов планы потолков развертки по всем стенам ведомости строительных отделочных материалов ведомости осветительных приборов ведомости мебели декора схемы электрики и сантехники и должны быть прочерчены все сложные технические узлы идем далее следующий пункт это сметы в качестве дополнительной услуги клиент всегда может заказать у дизайнера подсчет сметы на декоративные материалы на мебель на декор которые заложены в проекте дизайнер подсчитает всю стоимость но при этом вы должны знать что дизайнер не обязан подсчитывать стоимость черновых материалов то есть блоков кирпичей потлевки гипсокартона и так далее следующий пункт это отопление и вентиляция дизайнер обязан предоставить вам чертежи и схемы где будут отображены все выходы отопительных приборов и вентиляционных отверстий но при этом вы должны знать если нужно спроектировать вентиляцию и отопление с самого нуля лучше обратиться в специализированную компанию и последний пункт на сегодня это авторский надзор если клиент заказывает услугу авторского надзора дизайнер должен контролировать чтобы ремонт выполнялся в соответствии с его проектом но такие вопросы как технологию нанесения делочных материалов электропроводки дизайнер не должен знать и не должен контролировать для этого есть технолог или программа и не сказала что дизайнер должен поддерживать психологическое состояние своего клиента на протяжении всего ремонта потому что это очень сложный и трудоемкий процесс эту тему мы раскрыли для того чтобы четко понимать для чего нужны дизайнеры что входит в их зону ответственности для чего нужны строители что входит в зону ответственности чтобы не было такого что требуют от строителей то что чем должен заниматься дизайнер и требуют от дизайнера то чем должны заниматься строители то есть чтобы было понимание четкое разграничение у клиента, с кого и что нужно требовать. Спасибо, что остаетесь с нами. Дальше будет интереснее. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Спасибо, что остаетесь с нами. Дальше будет интереснее. Ставьте лайки, подписывайтесь. И что там еще? Такую, чтобы можно было удобно занести гостиную в диван. Все грамотные чертежи, которые хранят... Что такое? Но при этом вы должны знать, что дизайнер не должен знать технологии... Дизайнер должен... Что он должен? ...земных покрытий. Может, я посплю. На этом у меня все. Встретимся завтра.